Ветеринарная клиника «Доктор Вет» всегда на защите здоровья животных Сергеева Посада. Высокое качество, низкая цена. Полный спектр ветеринарных услуг. Терапия, кардиология, вакцинация, хирургия, стоматология, качественная УЗИ-диагностика, ортопедия, стационар, гостиница, вызов на дом, разбор сложных случаев, ведение тяжелых пациентов. Мы всегда готовы помочь и сохранить здоровье ваших питомцев. Интернациональная выставка России традиционно осенью собирает заводчиков и владельцев собак разных пород из разных уголков России и из других стран. Приходит немало зрителей, ведь выставка – это не только смотр собачьей красоты, но и возможность пообщаться с заводчиками собак редких пород, которых не встретишь запросто в соседнем дворе. А на выставке можно не только найти визуально привлекательную собаку, но и узнать ее поведенческие особенности. Вот, например, австралийские хиллеры часто бывают зооагрессорами и могут не лазить с сородичами. А американский ставтерьер, часто вызывающий страх на улицах, оказывается при должном воспитании, может быть танцором. А мы предлагаем познакомиться ближе вот с таким терьером. Самое распространенное, что вас называют йорками, а вы называетесь… Астралийский шелковистый терьер или силки-терьер. В чем отличие от йоркширцевого терьера? Ну, во-первых, формат. У силки достаточно… ну, как бы он подвытянутый. У них совершенно другая голова, мордочка. Да, то есть у йорков она маленькая, голова совершенно другая. Ну, в принципе, я думаю, что все-таки по характеру они чуть-чуть другие. Силки больше, терьеры такие вот, ну, скажем так, помощнее. То есть они собаки именно охотники. Все-таки йорков уже как-то, ну, совсем удиванили, скажем так. А силки, они такие вот, еще прям вот дикие. С характером, да. Прародителями австралийского шелковистого терьера были австралийские и йоркширские терьеры. В 19 веке в Австралию привезли первых йорков и скрестили с местными терьерами. Уж очень хотелось экспериментаторам получить шерсть голубого окраса. Шерсть – украшение силки, забота владельцев. Вообще у силки, скажем так, особо проблем с шерстью нет. То есть я собак своих мою раз в неделю и раз в неделю расчесываю. Больше ничего не делаю. Максимум, когда зима и батареи у нас включены, чтобы шерсть не сохла, я могу подбрызгивать каким-нибудь элементарным лосьончиком, там что-то такое вот. А что с психикой у этих маленьких терьеров? Насколько они уравновешены и спокойны? Силки, то есть из-за того, что они более редкие, более, скажем так, ну… Менее коммерческие. Не то, что менее, они вообще не коммерческие, скажем так. Вот, поэтому с этой стороны они, конечно, с психикой у них все нормально. То есть собачки достаточно здоровые, то есть недостаточно даже, они в принципе, они здоровые. То есть в заболевании, скажем так, у них по минимуму то, что вот генетика, да, глаза, которые проверяются, вот, ну и коленочки проверяем. А так собака здорова. То есть вот за 10 лет у меня, да, питомнику 10 лет никто не болел. То есть они реально вот такие вот сильные, крепкие и веселые. За ними очень интересно наблюдать. Они мне помогают реально по хозяйству. То есть вот эти вот все мыши, крысы, у нас никого этого нет. Отрабатывают? Отрабатывают, да. Вы лично чем кормите, сухой или натуралкой? Я кормлю сухим кормом, супер премиум класса. Ну, как бы, я буду рада, допустим, и владельцам говорю, если они будут кормить натуралкой и, скажем так, балансировать все как положено, то всегда рада. Конечно, натуральный корм, он лучше. Если вы все пристальнее присматриваетесь к австралийскому шелковистому терьеру, выясним у заводчика еще один момент. А кобели и суки, насколько они отличаются и по экстерьеру, и, может быть, по темпераменту? Кобели, как у всех, в принципе, крупнее могут быть, да. То есть не могут быть, а так и есть. Они чуть помощнее. Очень сильно охраняют своих сук. То есть хозяины сука, это вот их, скажем так, самое первое. То есть собака-компаньон, она очень сильно настроена на человека. То есть они с человеком очень, прямо вот на одной волне, скажем так. Долгожители? Долгожители. То есть сколько знаю, вот в породе, в иностранных питомниках, да, собаки живут долго. И 15, и 16, и 18 лет. Общий курс дрессировки. Насколько успешно, ну или мини-ОКД, да, насколько успешно можно с этой собакой пройти? На ура. На ура собаки реально очень понятливые, очень хорошо поддаются дрессировке. Поэтому, если с собакой заниматься, она сделает вам всё. Да, может где-то проявлять свой темперамент, свою терьеристость, то есть, да, где-то там упорство, скажем так, быть. Но в принципе, в принципе, они очень поддаются в хорошей дрессировке. У нас собаки даже снимаются в кино, и совершенно, то есть себя показали там очень хорошо. Если в условиях города гуляешь с такой собакой, нужно быть осторожным, а может побежать за птицей, может побежать, не знаю, там, за шуршающим листиком. Вот насколько эта проблема актуальна? Может, может. Это терьер, которому всё интересно. Плюс у них ещё такая есть небольшая характеристика в том, что они очень сильно охраняют своего хозяина. То есть реально, когда подходят какие-то собаки, он готов разорвать всех, но только не подпустить хозяина. То есть вот это вот есть, поэтому в городе все наши собаки только на поводках гуляют. Только на поводках обязательно, чтобы не было никаких конфликтов и проблем. Идеальный владелец для этой собаки? Идеальный владелец. Ну, я не знаю, мне кажется, человек, которому интересно, скажем так, заниматься спортом, либо который такой более подвижный, потому что всё-таки терьеры достаточно подвижные собачки. Они любят играть, любят какие-то вот такие вот весёлые, скажем так, побегушки, они любят носиться. То есть для них это, конечно, хорошо. Те, кто, скажем так, флегматики, я бы не советовала эту собаку. То есть они будут приносить игрушки, им надо двигаться, им нужно движение, они любят гулять. Это всё их терьерское. Хотя в квартире, в принципе, им достаточно места, чтобы побегать, да. Но всё-таки хозяин должен быть лёгой, скажем так, на ногу. Узнали себя в этом описании? Тогда смело заводите австралийского шелковистого терьера. И счастливого вам собаководства! Лаборатор немного робеет при приближении к камерам и ищет защиты у людей. Старается прижаться. Ещё лучше, когда человек гладит его, успокаивая. Вот такой у нас малыш появился в клинике. У него достаточно печальная судьба, потому что от него отказались владельцы целенаправленно. Ну, мы решили войти в положение и, собственно, оставили собачку временно у себя на дальнейшее пристройство. Он полностью здоров, обследован. Недавно мы провели ему кастрацию, то есть теперь он и кастрированный. Ему возраст около пяти лет полных. Единственный, ну, не сказать, что недостаток, но, пожалуй, такой нюанс, у него нейрогенная глухота. То есть это обусловлено чисто для него индивидуально. Вот. Это не мешает ему ни в коем случае общаться, не мешает ему слушаться команды. Просто он их понимает не словами, а жестами. То есть парой команд мы с ним попробовали обучиться, динамика положительная, то есть на жесты лежать, сидеть, он реагирует. Вот. Ну, прям так не откликается. Ну, какие-то громкие звуки, он реагирует. То есть там, когда собаки другие в стационаре гавкают, он с ними перекликается. Вот. Очень контактный, очень ласковый, очень добрый. Ни разу не было ни единой попытки агрессии. Ищем хозяев, потому что его на самом деле очень жалко. Пес хороший, пес очень добрый, таких не так прям много. А перспектива помещения в приют? На самом деле к тяжким последствиям в плане того, что в приюте он будет содержаться, ну, либо с копом с другими собаками, либо индивидуально в отдельной клетке. Это уже от приюта зависит. Но в любом случае у него не будет нормального, адекватного контакта с людьми. То есть у него будет десоциализация. Собаки с таким характером, с таким поведением, с таким темпераментом, это пойдет только на усугубление. То есть, ну, в дальнейшем собака может быть просто полностью отбиться от рук, так сказать, разочароваться в этом человечестве и уже не быть такой ласковый, добрый и идти ко всем и всем. Неожиданно для себя он стал подкидышем. Владельцы, прожившие с ним 4 года, переложили заботу о собаке на плечи ветврачей. А в клинике он не может находиться вечно. Но пес по-прежнему доверяет людям. Он откликается на ласку и надеется на новый дом, где будут любить. Он даже на прогулке, иногда высвобождаясь из импровизированного ошейника, не убегает, а продолжает гулять рядом с тем, кто чешет за ухом и жестом просит подойти. Забрать лабрадора домой можно из клиники «Доктор Вет», что находится по адресу Новозагорский проезд, дом 4А. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 КОНЕЦ